Опасности. Полиция, полиция приехала. Здравствуйте. Мы не вызывали, а почему у вас дубинка в руке? Вы кого-то бить собрались? А почему вы именно к нам подошли? Нет, почему именно к нам тут? Людей там много. Адрес здесь, а ты как раз индифицируешься как адрес. А какой вам адрес нужен? А вы зачем с дубинкой-то ходите? У вас есть основания для ее применения, что ли? Я не понял. Закон о полиции что, отменили? Кто это вообще с дубинкой ходит? Полицейские? Ребята, я не поливаюсь. Кто это с дубинкой вообще ходит? Люди есть, почему именно к нам подходят. На чем я остановился. Значок, пожалуйста, сделайте, видимо, вот вам люди пишут. Полицейские? Вы полицейские? У меня обращение к вам. Как гарнитура у вас модная. Не будете принимать обращение? Не хотите? Служить. Капитан целый смеет. Капюшон модный пишет у вас, да? Полицейские. Вы слышите меня? Полицейский. Полицейский. Я к вам обращаюсь. Почему закон нарушаете? Сколько? Значок сделайте, видимо. Смотри какой. Вы полицейские вообще? Ай, ёб! Ай, ёб! Ай, ёб! Ай, ёб! Дяденька, дяденька, вас коль так научили? Вы идёте, вармин? Проказничай, да? Дяденька проказничай. Ногу мне отдавил, а? Это сейчас поедем, съездим, тут недалеко. А я без машины. Вы на машине? Нет. Извините, согласно ПЗ номер 3, пункта 5, 4, при обращении гражданина к полицейскому, полицейский в свою очередь должен назвать свой должный. Полицейский, примите заявление, мне понравилось. Он к нему обращается, я к вам. Ну-ка, дайте сразу засниму. Ну-ка, покажите с ним. Подошву покажите. А я не хочу, чтобы вы мне на ногу наступали. Вы зачем мне на ногу наступили, провокация? Если бы я вам на ногу поступил, вы бы рапорт быстро написали. Ой, меня в насилие применили ко мне. Зачем вы мне на ногу наступили? Подожди, не кричи. На ногу не наступали? Да, на ногу не наступали. Подожди, пожалуйста. Это не следует такого делать. Даже сотрудник упалит. Достаточно. Достаточно. Жалоба будет на все. Ну-ка, дай зафиксируйте. Да, вот, наступил на ногу мне. Прям специально сильно наступил. Конечно. Я считаю, что это умышленно сделано. А вот 172 человека это видели. Конечно, 172 человека. Мы вам что-то сделали? А тут 172. И вот у тебя сколько там? 240 человек. Кто, ребят, готов свидетелями быть? Так нет, след есть. Да, след есть. Нет, вы, ребят, представляете, да, вот этот вот дяденька, да? Как шпана какая-то, вот серьезно на улице. Я хочу, чтобы обратно в обратную агрессию, как открываетесь к вам человек, конечно, не хочет. Никакой агрессии? Ну, да что? Никакой агрессии? Да даже если вам что-то не нравится, потому что сотрудник полиции, вы же на службе. Хорошо. Молодой любви, я не буду что-то с вами дискуссировать. Просто подпишите обращение. Прямо, давайте. Принимайте. Принимайте. Сегодня, 3 декабря, примерно в 9 часов 50 минут, капитан полиции с нагрудным знаком можно сделать видимым? Видимым, один раз сделайте, видимым, по закону, видимым, навсегда сделайте видимым его. 0, 22, 506, умышленно, не выполняя требований представиться, не принимая обращения из мести на прекращение противоправных действий со своей стороны. Наступил мне на ногу, наступил мне на ногу, чем превысил свои должностные полномочия, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 3 ст. 286 Уголовного кодекса, по моему мнению. Регистрируйте информацию в КУСП. Ваши документы будут? С какой целью? С целью зарегистрировать информацию в КУСП. Нет с собой документов. Да. Проедете в дежурный учащик нам сами заявление? Нет, я вам уже продиктовал, регистрируйте. Писать будете заявление на данный? Я вам продиктовал его в соответствии с 14 пунктом 736 приказа. Как мне вашу личность установить? Спросите у меня, как меня зовут. Вы можете удостоверить вашу личность иным способом? Каким иным? Иным способом. А это требуется при написании заявления? Тоже полицейский. Вообще да. На основании какого закона? Все, пах, тебе угрожай, 19-3, вали. Все, да, думаешь убегать? А все, в насилие ты применил, да. Ты если провоцируешь, все. Вы в служебную книжечку можете переписать мои данные, я вам продиктую. Я запомню ваши данные, я пишу вас. Сафронов, Павел Владимирович. Пишите, молодцы. Сафронов, Павел Владимирович, хорошо. Павел Владимирович. Павел Владимирович. Что с головным убором? Почему вы так сделали капюшоном, а головного убора нет? Молодой человек, если можно, ну, вы что хотите? Он, наверное, хочет, как и граждане Российской Федерации, чтобы закон не нарушали. Вы были прям красавчиком, понимаете? Не, у вас устало, вы должны быть ответы. У нас тут трудная ситуация. Нас тут пару часов издевались с просрочкой, а вы сразу такие раз пришли. На ногу мне наступили. Взял на ногу, мне наступил. Да, на ногу мне наступил, вообще больно. Видите? Свет от ботинка. Яных тут нет, Себаширов нет, никто не ругается. Я всего лишь попросил сделать видимому значок. Всего лишь требовал исполнения ФЗ полиции. Я видел, вот это, где он назвал, что, в общем, начал грубать, себя вести, да. Ну, и главный провокатор. Да, все, это он туда показывает, вот этот стор. Вот это полиция. Ладно, фиг с ним. Ты скажи, Павел, ты денешься, я получил. Да, я только что получил деньги, зафиксировал на видео, деньги вернули. Торты забирают, чек о возврате денег не дали, но акт вписании, что они это, торты, спишут. Да, наступили на ногу тут. Спишут, но... Показали. Мне сказали, мы сделаем завтра, сейчас не будем делать. Ну, показывай, почему. Не, ясно. Ну, жалоба, конечно, на формулю, раз потребно зовут. А там уже посмотрим. Ну, что, рука тут больше. Рецепт, конечно, некрасиво сделать. Сбирать мы за собой не будем. Потому что, рассказываешь, какая-то провокация. Они за собой не покупатель провокации. Мы тут все стандартно. Просишь представить... Чем можно таки пункты, а сочетать закон, провокации. В словах вот этого гражданина, собственно, этого. Они... А, я понимаю. Знаете, ребят, сколько раз я видел, когда заходил в отдел полиции писать заявление, полицейские часто с друг другом шушукают и говорят, «О, я тебя в Ютьюбе видел, я тебя тоже видел, а ты там так-то выглядишь». Наверное, это те же люди, которые хотят попасть в Ютьюб, так сказать, да? Вот поэтому они создают такую вот, как бы, ну, случай такой создают, чтобы засветиться в Ютьюбе, потом с друзьями это обсуждать, так сказать. В общем, они хотят просто увидеть себя в Ютьюбе одним словом. Непонятно, с какой целью дубинка у полицейского в руке, так как по федеральному закону номер три о полиции он должен обнажать оружие или спецсредства, только когда имеется основание для их применения. А вот он с дубинкой ходит тут по людям. Напоминаю, что именно в этом супермаркете майор Евсюков расстрелял людей, тут так же с пистолетом, наверное, ходил. Да, здесь же прямо, сколько, 10 лет назад, да? Евсюков же здесь обстрелял людей. А, да, пошло по приколу. Да, 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 да это не прикол, и вот с дубинкой тоже ходит. Нет, вон, вот с какой-то селик дырочки, этот патронов подпурят? Не знаю. А ты не помнишь, какой приказ облака? Обязывать носить их на поясе дубинки. А это не приказ, это ФЗ, а полиция. А, ФЗ, а полиция. Там четко все определено, то, что он должен, когда он должен обнажать оружие или специальные средства, то, когда имеется основание для их применения. А, то есть он видит основание для применения? Да, то есть он видит то, что там кто-то агрессивно себя ведет, тогда, да, он предупреждает, обнажает. А так он зачем в руке ее держит? Он что, народ свой готов бить? Таких капитанов быть не должно. Они должны быть там, где есть щуков. Таких каких? Таких блогеров тоже быть не должно. А я вам на ногу наступал? Я вам на ногу наступал, коллеги вашим наступал? Я вам грубил, хамил? А я вам пока тоже не грублю, не хамлю. Ребята, как вас спрашивают? Таких тоже блогеров быть не должно. Я просто попросил. К сожалению, полстраны такие блогеры. Полстраны, да. И лучше от этого никому не становится, к сожалению, опять же. Лучше? Да. Я захожу регулярно, смотрю, господа. Нам больше что, лучше от еды? Лучше не становится. Никому не становится. От полисейских, которые гражданам на ногу наступают, становится? Я не видел, я не могу это не интервать. Вы потом видео посмотрите, вы увидите все. Хорошо. Вы все увидите. Почему вы дубинку опять держите в руке? У вас что, сломалась эта лямка или что? Сейчас не будем. Ну, на чем она? На поясе должна быть у вас? Я приехал на вызов, поэтому я должен ее брать с собой. Брать с собой, но держать в кобуре, в специальном чехле. Какой кобуре в чехле? Ну, на поясе она у вас висеть должна. Зачем вы ее в руки взяли? Ничего нам не должны. Вы бить нас хотите? Нет, не хочу. Вы народ нас бить хотите? Граждан, которых вы защищать должны. Это ваши домыслы. По федеральному закону о полиции, вы в руки ее когда должны брать? Вы когда вот должны вот так стоять? При выезде на адрес. Почему тогда у него нет дубинки? Я езжу в машине. Он старший. У него нет дубинки. Не знаю, может и есть. А почему вот сейчас полицейские, только что мы вот с вашими коллегами воришку тут, так сказать, изобличали, у них не было дубинки в руке? Или почему-то более дружелюбные? Я бы не думал, что все люди, как он. То есть вы хотите, чтобы граждане вам помогали? Воришек вам, получается, ловили, да? Который на 15 тысяч тут украл товара, да? А потом вы приезжаете и наступаете на ногу. Это нормально, что ли? Вы не наступали, но коллега ваш. Я этого не видел, вы можете помнить. А вы почему до сих пор не представились мы с вами? Я не делаю человека, вы тоже не представили. Дубинка им на них. Как будто я не знаю. Или тоже ему наступили, чтобы он себя почувствовал в чужой шкуре? Нормально полицейский должен был написать рапорт. Сегодня я там был в патруле с одним-то полицейским. Замечание хотя бы сделали, да? Который сделал так-то гражданину. А что же собрались с нами делать? Скажите, что вы с нами сделали? Вы говорите, я тоже не могу с ними ничего сделать. Так скажите, что вы хотите, мы же мы сами это сделаем. Вы скажите, что вы хотите сделать, мы же сами это сделаем. Не хочет. Вот такая полиция, да. Ну, очень, конечно, красивый, конечно, Павел, китилет. Почмарили, блин. На ногу, на ногу. Я же радуюсь, чтобы ты его на эту дубинку никуда не засунул, понял? Да, да. Мне кажется, да, бояться стоит вообще. Я думал, он вот так сделал и сказал бы, что ты провокатор был. Я не знаю, сколько он. Бояться? Бояться? А как это не надо? Ну, как не надо? Ну, если на ногу в насилие применяют. Да, вашего брата на видео снимаем, мы боимся по одному это делать. Потому что знаем, что вы сделаете. Что, господа, наговаривали? А может быть, это уже общепринято? А скажите, а вот если полицейскому умышленно на ногу наступить, это уголовная статья? Конечно, если умышленно нет. То есть 318-й части 1-й у нас нет, да? Нет, она есть, но ее не будет. Почему? Если вот умышленно наступить на ногу полицейскому... Если сейчас его наступишь, то не будет. Давай, накидай. Вы уверены? Он потом, ага, я подчислил. Если вы ему наступите, то не знаю. От него, ну, возьму наступить. Я ему не собираюсь ничего наступать. Я насилие вообще ненавижу. Я тоже ненавижу насилие. Тогда почему... Вот сделайте ему замечание прямо сейчас. Пусть он старший, вы полицейский, вы должны нас защищать. По поводу того, что я вам сообщил, вот вы видите. Я не видел его. Я вам сообщил. Слушайте, вы преступника, а ловите, вы тоже не видите. Вам свидетель сообщает? Так оно и было. Вот, подтверждайте, люди. Я подтверждаю, свидетель. Сейчас вам просто скажу. Информацию в ПУСП зарегистрируйте. Я поступил не очень хорошо. Скажете. И зарегистрируйте. Не зарегистрируйте, будете привлечены к дисциплинарной ответственности еще и за это. Обязательно, господа. Не вы первые, не последние. Конечно. Ну, а что вам... Вы будете что получать? Вам все равно, что ли? Все равно. Я не первый. Вам идет, как вы еще, чтобы не наказать. Я говорю, вас таких много. К сожалению, всем не нравятся. Наши действия всем не нравятся. Нет, не всем. Извините, не хотите? Извините, не хотите? Вот такая вот полиция у нас. Бронежилет грязный у него Видимо, тоже кто-то потоптался Но это не я, полицейский Вы, наверное, перепутали, это не я Вот люди думают, что это вообще мужик в парке какой-то А это, кажется, форма такая Ну, это добротная форма, я думаю Только не все достойно ее носить Вот, нитка, да, нитки болтаются Ну, вон, нитка, да, нитки болтаются Ну, вообще То есть вот этим людям, ну, вот их коллегам Мы два часа назад помогали изобличать преступника Который вынес на 15 тысяч, да, понятыми хотели быть У полицейского должен быть опрятный вид Смотри на это Это новички пускай опрятно ходят, а это уже матерые Вы тем самым как бы унижаете лицо полиции Вы понимаете своим видом? Вы должны опрятные формы носить Нарушайте статью 13.342 федерального закона Поступки, которые порочит честь полиции Совершаете, по нашему мнению За этом, как мы считаем, подлежите увольнению Из органов внутренних дел по отрицательным мотивам А сейчас мы еще посмотрим, на какой машине приехали Как припарковались Да И на лестнице припарковались Вот ступинка идет Мне лично страшно Напомним, в этом же, в этом же месте В этом же ТЦ 10 лет назад майор Евсюков расстрелял 8 человек О, нарушение ПДД В зоне действия знака 3.27 остановили машину Отлично Полицейские, вот вы закон вообще защищаете Или как-то вообще по понятиям живете, что ли? У вас какие-то мелкие пакости Наступил на ногу Что за детский сад? Вот знак 3.27 Вот полицейская машина Вот, 3.27 знак для всех Работает эвакуатор По МВД России, по району Зябликово Ну такая вот машинка у нас Пункт 3.1 ПДД не выполнил Это они любят наказывать других Да, только других любят наказывать За собой не видно Фара не работает Фара не работает Лампочка не работает Полицейский Пристегнитесь Пассажира пристегните Пристегните пассажира Перестаньте совершать правонарушения Одно за другим Что за полицейские такие Вот это да Можно не бояться Вот это да, ребят Вообще Вжал на ногу мне наступил Поехали в травмпункт Нога болит Да Машины ни у кого нет Какой-то травмпункт Килограмм 100 весит Вообще он Я хромаю Ну в общем так, друзья Вот с этими замечательными Леви мы попытались навести порядок В Ленте Рисплюсь своим здоровьем Ели просрог Ждали администратора А нас еще и полицию вызвали А полиция Вместо того, чтобы нормально отреагировать Представиться Там исполнить Федеральный закон номер 3 Там сделать значки Видимо Чтобы хотя бы Можно было идентифицировать Нет Он просто мне Отдавил ногу Наступил на ногу Мне В отместку Видимо Да Умышленно он это сделал Все видели Умышленно Вообще мерзко На стриме Это было видно Я даже подошву снял След подошвы Свежий Когда был на ноге Будут фоточки подошвы Видите Так что вот такое отношение полиция Напомню Это был торговый центр Облака Это у нас Зябликово Это тот самый торговый центр Где Майор Ефсюков 10 лет назад Расстрелял 8 человек В супермаркете Но это не точно Но это не точно Где-то тут это было Но мог и здесь Расстрелять Ему похер В общем И тут же заходит полицейский С дубинкой в руке Ну что думать теперь Я думал сейчас он варян опять сипет Как в тирактор Да Как вчера Ну или пакет Да пакет Ну все Подписывайтесь на канал Нажмите колокольчик Поставьте этому видео лайк Обязательно Чем больше лайков И чем больше комментариев Вы напишите Тем быстрее Больше продвинется это видео И также подписывайтесь на наш инстаграм И телеграм канал Ссылки внизу в описании Все Всем пока Борис за свои права Все Пись И вот на этих людей Тоже подписывайтесь Да Вот на этих Вот Борис Иванов И глупый комяк Тупой комяк Да В ютубе Все Пока Чао